всем доброго раннего утра дорогие мои но сегодняшний ранний утренний ролик хочу посвятить на тему ваших же опять же комментариев и у меня сообществе наверняка вы читаете я пишу разные статистические статистические данные ну и каждому вот этому посту который у меня там опубликовывается я стараюсь как бы отвечать чисто человеческим языком я уже говорил вам колхозным языком свое мнение спасибо большое за ваши комментарии за то что вы смотрит мой канал уже 14 тысячи пошла подписчиков меня это радует конечно очень даже спасибо большое за подписки подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии я стараюсь отвечать на какие-то комментарии где будут ваше мнение которым вы просите чтобы я озвучил свое мнение свое видение так как все-таки уже 11 год я здесь живу это немалый срок одна из таких пост один из таких постов это грамотности населения там 63 процента населения турции имеет начальное или среднее образование вы знаете я когда переехал сюда в 2014 году начал жить я для меня было первым конечно шоковым открытием таким что браж мои соседи молодого возраста но дед дед вроде бы дед дед но ему 60 лет тогда было и у него было три три класса образования а у его детей которым уже только под 40 до некоторых до 40 не было образование 5 классов для меня конечно это было шок и это 2014 год я сразу вспомнил 70-е годы моего детства когда не детства уже юности да когда мой папа будучи уже взрослым человеком 40 летном возрасте сам пошел поселке закончил школу рабочей молодежи его преподавателем были у одноклассник потому что у него было семиклассное образование он 35 года рождения был и им всем сказали что получит среднее образование обязательно даже не независимо от того что эти люди занимали какие-то должности а или как и кстати учился в очень хорошо готовился уроком очень хорошо как ученик у него портфель был и даже с хорошим отметкам он закончил хочу сразу сказать тут что даже последний маршал советского союза язов дмитрий до царство небесное последний маршал советского союза он получил среднее образование уже после 50-х годов будучи уже звание майора потому что было семиклассное образование до военное время и послевоенное время тоже немного но у нас среднее образование 10 классов это было обязательным обязательным было 10 классов обязательно было восьмиклассное тоже было образование но после восьмого класса люди шли по ту или техникумы и там тоже все равно получали они среднее образование полностью на образование и вот 2014 год я оказываюсь в стране где вроде действительно да и все красиво все хорошо такие современные дома ну я хочу сказать что вот как бы то ни было картонными стенами на сторону современные дома где канализация водоснабжение газоснабжение интернет все есть до который большинство наших республиках странах постсоветского пространства даже нету до сих пор даже туалет уличные бараки но там в этих бараках живут люди с высшим образованием даже с двумя высшим образованием согласитесь да но я когда увидел что вот имеет такой вот такой вот такой уровень жизни и и имеет такое образование низкое очень но многие да вот нет нет я чувствую комментариях то что вот президент сейчас нынешний президент вот виноват в том что сейчас вот происходит вот экономически вот такая проблема до стране я бы наоборот сказал бы другое что будучи еще со времен премьер-министрства да и президентство в турции число университетов университетов увеличилась разы каждом регионе даже маленьких городах и свои университет 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 даже вот проедете по турции везде написано университет такой-то кампус такой-то кампус такой университета всеобщее образование объявлено а вот о лицеях я даже не хочу говорить лицеи строится очень много конечно есть и религиозным уклоном да так и как и мамхаты вот такие религиозным уклоном учат но среднее образование получает но там больше дается предпочтение духовным образованием и одновременно же очень много строится мечети да что хочет нынешний президент хотел вот это сделать образовать людей образовать людей дать много образования чтобы образование вытащить из той вот этой можно сказать яма даже до необразованной ямы вот и религиозные дать образование чтобы люди как-то вот будут были более такие богобоязненные до более как бы скажем так религию не в том плане что здесь фанатизма нету здесь в турции фанатизма нет в религии здесь даже можно сказать что даже чисто символически даже можно сказать здесь как бы турции это как бы мусульманская европа можно сказать иногда я же говорю я был шок когда видел что девушки мусульманки до первым не было такой шок что без сигареты никто сигарета в руках в наколке на шее на руках на ногах иногда так одевается что я думаю что европе наверно так не одевается ну вот это лосьон и мосьон вот тяжечку все все да и сигарета в руках вот такой конечно вот мы вот вроде бы до стра странах атеизма можно сказать выросли родились до постсоветского пространства когда говорили что бога нет веры нет атеизм да но у нас более как бы скажем было так бы у нас не как может даже сейчас я не знаю уже вот я уже давно не был у себя на родине но все равно я думаю что такого нет чтобы на по улице шла например туркменская девушка курила сигареты да или на корках шла вот или казахская девушка или узбекская девушка или азербайджанская девушка может это имеет место быть но не на таком количестве как здесь вот я же говорю я удивился когда я пришел на почту оплатить коммуналку когда увидел что двое молодых стоят чуть ли осталось там интим совершить там остальное все сделали там и поцеловали друг другу обнимались и родители рядом стоят и старики стоят смотрят как будто это обычная вещь понимаете как будто это обычное дело у нас бы сказали да ты чё ты в наших странах особенно северном кавказе вообще средназиатской подошли а ну-ка отойдите ты чё тут делаешь то блин вообще нафиг о нет спокойнее что думаете почти когда они что-то алимент получали или что-то да это молодые женщины их не родители которым еще 40 нет им дали штемпели они писать не умеют они вот это пальчиком вот это нажали на эту штуку мочалочку вот эту с чернилом и пальчики здесь во всех таких есть почтовых отделениях тоже других этих пальчиками до сих пор это есть но я хочу вот другое сказать вот это открытие вот эту университетов до лицеев изменится ли это изменит ли это ситуация к лучшему к вы знаете тоже почти символически можно сказать тоже почти символически у меня знакомый был в анталии он сам работяга а его жена сидела в основном дома у них сын был вот единственный сын и вот она сидя дома ходила просто от нечего делать университет закончила четыре факультета четыре диплома у нее было четыре раза университет закончила акдингис университет в анталии четыре раза и нигде не работала я спросил однажды играю подождите зачем вам это четыре диплома если вы нет на не берут на работали где работы нет вот вы понимаете сейчас вот даже увеличив такое количество образовательных учреждений образование тоже чисто символически можно сказать в школах тут нету как у нас например доски вызывали родители вызывали вот школу до вызывает до сих пор то ваш сын или ваш дочь плохо учится или как-то вот так вот здесь материал дает учи учитель и что самым не смешно было я вот книга просматривал по математику в одной стороне например задачи до задачи другой стороне этой же книги решение понимаете решение этих задач ученик у просто тупо берет оттуда ответы берет туда переписывает и все то есть чисто формально заканчивается это лицеи а почему сейчас тем более стало очень много открытых лицеев открытых университетов это открыто это как наши заочные достаточно один раз в месяц или недели там я соседа спрашивал по-моему неделю после восьмого класса за 8 класс закончил средний образование считается потом лицей лицей до 12 класса идешь в лицей короче вечерний типа или дневной даже есть пошел материалы взял отметился там что это и тебе дает лицей почему основном сейчас лицей хотят закончить во первых работа на работу чтобы устроиться формально чисто во вторых самое главное без лицейского образования не дают водительского удостоверения не не сможете поступить на водительские как говорится курсы но тем не менее тем не менее даже водительской они очень строгие экзамены кстати на водителя вот это особенно теория не каждый может сдать не каждый может сдать понимает там по баллам тоже идет там 50 вопросов в одном этом компьютере сдают и среднем должно быть 75 что ли баллов 35 должен ответить минимум хорошо считается 40 это 80 отлично считается конечно 50 на по 2 на 100 но тем не менее что хочу сказать в школах сделали сейчас раньше на второй год не оставляли сейчас начали оставлять на второй год сейчас есть ли ученик по неуважительной причине в год 5 раз пропустит уроки уже его оставляет на второй год и а второй год оставляет измените опять же тогда нет ребята просто посещаем здесь если просто ходят и все и у меня вот соседи деда внуки были они каждое утро вроде бы школу ходили я один раз соседнем квартале пошел парк вот а там рядом хлеб продают хлебный магазин там я смотрю на скамейках спят внука деда внуки положили под свою голову ранца и спят по тени деревьев я ищу обалдел я прошел я соседки сказали ваши дети я говорю там падали как это они же говорят школу ходят я говорю так они по деревьям и спят вот понимаете вот это 62 или 63 процента это тоже формально формально к чему я это говорю формально вот где-то хорошее грамотное население здесь турции где-то процентов от пяти до десяти процентов и ста процентов и ста процентов понимаете поэтому как у нас говорили один раз что от того что построите мечети много до от того что много сервии построить и до храмов до от этого не изменится человеческие мышление если будут дать чисто символически то же самое школы то же самое не институты если человек не хочет учиться да есть которые хотят своим детям дать образование но в основном здесь репетиторство развита репетиторство и курсы потому что все идет по баллам когда заканчивает восьмой класс тоже по баллам если хорошие баллы как наш еге тогда может претендовать на хороший как бы лицей если нет тогда на обычный куда опять все ходят все без разбора вот то же самое 12 класс когда кончает для поступления какой-то вуз нужны опять хорошие баллы хороший балл начинается от триста восемьдесят четыреста баллов до 500 чтобы поступить на бюджетные места а так поступать могут все есть факультетов которых вообще там на это баллы даже не смотрят высшее образование будет все до свидания вот я же говорю образование здесь 90 процентов могу сказать чисто формально формально могу сразу это сказать и наше постсоветское образование даже по советской республике казахстане и узбекистане россии украине на уровень выше в этом плане на уровень выше понимаете у меня моего земляка дочка закончила туркмении медицинское училище и поступила здесь в университет сейчас наверно по моему закончила она уже два года назад она уже за училась четвертом курсе и вот я с ним разговаривал дочка варитга от папа у нас медучилище было более много образование давали чем я здесь в университете медицинском факультете учусь понимаете так что уровень образования низкий и отсюда же вот это же самые и проблемы вот и в бизнесе и в отношениях и в других делах понимаете это все взаимосвязано вот я же говорю вот вот это бешеные цели я вам недавно делал ролик до отчего это это не да не дальневидность понимаете почему у нас постоянно учили математику высшую математику высшую учебность это не пригодится как бы жизни да но высшая математика она дает человеку выход в нестандартной ситуации как-то мыслить как шахматах понимаете вот человеку чтобы как-то где-то найти выход где-то как-то что-то понимаете вот здесь этого нет тупо деньги тупо деньги цены увеличить а сказали же у туристов много денег надо больше сказали же по всему миру все подорожало и мы сделаем дороже вот и все понимаете вот и все вот и что привело к тому что банкротству отелей вы думаете вот это хозяева вот это хотели вот это фирм они имеют какое-то образование да формально наверняка имеет лицей университета но по уровню я думаю что нашим потушником даже близко не стояли я вам сразу хочу сказать у меня одна знакомая на фейсбуке с владивостока живет в алании но тоже какой-то федеральный судья на в подставке все время там пишет какие-то такие вот про любовь какие-то посты и томная женщина мечта поэта выставляет а там ей там закидывает цветами любовь любовь ищет свою как бы скажем так половинку да хотя человек уже 60 до почти вот и она рассказывала что я как будто осторожная говорю дорогая один день попадешься я мало не покажется вот вот у нее подруга короче тоже с образу с образованием двумя высшим познакомилась одними мужиком местным там только дед год прилично все говорит вот какая-то маленькая фирма у него оказалось год у него три класса образования она как чуть не упала три класса образования у него вот и все понимаете поэтому здесь образование до недавно времени среднее общее образование было пять лет пять лет пять лет вот благодаря новому вот президенту университет везде открывается все в каждом регионе есть университет их полно здесь сейчас их по моему сейчас наверно штук 300 400 в разных регионах по всему штате но это не меняет менталитет понимаете почему потому что формально чисто формально чисто формально вот они клепают вот этих специалистов да и вот это дипломированные специалисты они большинстве работают курьерами таксистами и вообще безработные понимаете или вообще конечно есть правтехучилище меслек называется это лицей после восьмого класса 12 класс заканчивает тоже уже четыре года учится уже меслек там уже какое-то образование парикмахера дают там санайситесии там машины ремонтировать штукатуры малярии да это для чего опять же надо уже человек знает что он не пойдет уже все равно после этого университета какая какой-то можно можно опять поступить тоже университет можно любой но когда он меслек заканчивает у него вот лицензия есть вот и что-то может открыть работа вот что-то я же вам говорил же что даже цветочный магазин здесь невозможно открыть пока не закончить четырехгодичные курсы флористов четыре года надо учиться когда он мне сказал я к четыре года у нас его два месяца учат это флористов нет у нас до четыре года иначе как не откроешь как свой магазин цветочный вот это везде лицензия все сделали как по документам все как сейчас есть такой шанс пока есть иностранцы но опять же иностранец иностранц рознь мигранта я имею ввиду мигранта да вот грамотных очень много образованных со всего мира им дать разрешение на работу открыть свое дело да вот я думаю что для экономика турции это было бы наоборот плюс воспользоваться этим надо но вот это законы которые говорят что нельзя работать иностранцу это очень много мешает много мешает понимаете развитию вот этому вот воспользовались бы этим да вот это специалистами да у нас очень много хороших специалистов и строителей есть и автомастерские вот это да врачи есть педагоги из у нас очень много проектировщики вот здесь не дадут вот вы написали что вам 67 лет что вы проектировщик до сих пор работаете да я понял что вы опытный проектировщик таким стажем но вы приедете например сюда вам не дадут работать здесь проектировщиком не дадут работу у меня знакомого сын закончил два университета чтобы получить проектировщика диплом я говорю почему два инверситета у нас игра один заканчивает у нас нет у них по специализации понимаете надо еще здесь закончу умерся потом стамбуле закончили еще один университет только после этого он работает проектировщиком это на компьютере на компьютер вот это программного это сама проектировщик домов зданий вот сейчас естественно сейчас нет таких вот 4 4 4 как мы чертили вот обусом бегали сейчас все на интернете по по программе устанавливаешь программы и период пошло-поехало любой в дом можно любовь здание можно и это они учили два университета сколько ты учился на 10 лет 10 лет а человек учился один университет закончил потом второй университет еще какой-то закончил его нельзя что ли как у нас например томск инженерный строительный институт например да и си сейчас ты газ называется да там извините ты можешь получить за четыре года диплом инженера пгс архитектура но есть конечно пятилетним другие факультеты о пожалуйста то же самое и я же говорю педагоги очень много педагогов высшим образованием не могут найти работу есть у них дипломы педагогов очереди стоят чтобы устроиться на работу лучшем случае они идут уже частной школы частной школы а государственные школы стоят можно сказать даже очереди чтобы устроиться ну и что что образование ну как у нас бы было бы распределительной системы чтобы но сейчас здесь сделали по-другому понимаете лишь бы образовать людей может это хорошо но чисто формально символически тратит время преподавателей я думаю что это глупо это просто глупо надо чтобы целевое было понимаете чтобы закончил человек работал вот как нас в советское время заканчивали шли по распределению ну конечно и в россии в других республиках тоже заканчивают университет и свободный диплом сам найди свой хлеб а куда пойдешь там занята там занята охранник или кассир пятерочку то же самое тут ничего такого нет то же самое тут но тут более жестче у нас там например если закончил курс я же говорю флористов быстренько и пошел работать да светочный или например курс риэлторов до закончил там формальный экзамен за риэлтор ты здесь не здесь чтобы риэлтором стать кроме курсов надо еще экзамен сдать поклеще чем университет там очень много вопросов там квалификационной комиссии вот многие говорят что мы водители здесь плохо ездить но теории мало его практики мало практики по теории экзамены сдавать очень трудно очень трудно 50 вопросов и будьте любезны чтобы средний балл 75 было у меня же говорю меня знакомый парень магазин работает у него образование лицей вроде бы грамотный магазин и кассир он не смог сдать сейчас я говорю иди еще раз не хочу мне уже гордуха я уже боюсь готова идти туда боится уже идти сдавать экзамен он без прав водитель он мне вы когда год поедете в россию мне купите пожалуйста там права я бы зачем тебе права у нас я говорю да у вас заказа продают а касс у него две женщины есть соседки наши россиянки они ему по ушам проехали что у нас можно купить права я город не знаешь что ли я говорю что ты с этими правами здесь я проверка будет это прав как это очень просто отправить запрос если нет тебя посадят он после этого сразу я говорю проверка идет сейчас нет такого я говорю чтобы как ты я говорю живя здесь мог закончить там где-то в россии его права получит я говорю иди сдавай и ты сдавай не я уже боюсь я уже боюсь права получить здесь очень трудно ребят очень трудно хотя для наших людей легко я знаю очень много наших соотечественников и казахов и русских и украинцев которые с первого раза шли сдавали все дачу там газ давать-то там по медицине 10 вопросов из 50 до 40 по правилам и все но и это не хотят понимаете а большинство ездит без прав без водительских вообще вот это самое страшное особенно мотоциклисты и поэтому погибает очень много без водительских прав здесь же нету как у нас например остановить проверять права документы вот это было бы как у нас на прям остановим водительских ездить и ездить главный не нарушает ездить и все их ловит тогда когда чп или когда умирает или когда так кого-то сбивает вот было бы как у нас на простановит проверка пожалуйста ну и что что у тебя мотоцикл номерной знаки он оформил его купил а там же к права не пишется на них так что формализм формализм и вот это все проблемы вот это сейчас и бизнесе все это экономически неграмотность бизнесменов хапужничество тупо хапужничество а тупо хапужничество это хорошим не приводит понимает тупо хапужничество понимает хапнуть побольше денег побольше денег а сказали дорого надо дорого но извините это же имеет свои как говорится пределы это надо вперед думать настоящий бизнесмен он думает вперед о перспективах своего бизнеса лишь бы хапнуть деньги хапнуть сейчас это не пойдет вот к этому пришло вот что извините уже или выкинь этот товар или продай идут выкидывает это тоже них они хорошо но иди короче вот лимона вот это выкинуты до тоннами арбузы помидоры персики видит вы чуть подыше люди нет упрямость это понимаете упрямость это лучше выкину нафиг чем я дешево дам это глупо а кому ты плохо сделаешь от того что ты выкинул тебе возместят это нет упрямство понимаете упрямство тупое упрямство вот так вот упрямство вот такой вот это самое страшное человек должен ну и что что на рынке дорого мало берут тот же самый лимон сделай по 30 очередь будет стоять брат а там сотни тонн выкнуты на дорогу нет по 100 должны брать а по 100 не берут по 100 берут очень мало недальревидность недальневидность так что я ж говорю я когда приехали когда посмотрели горяк нифига себе думаю более три класса образования 5 класса образования средние и так и дома думай красиво все это благодаря государству это надо благодарить государству Благодаря государству, что государство вот так вот сделал, что и интернет есть, и вода, и все-все-все-все. Где хижины были, стали хорошие дома, более-менее нормальные дома. Таких и у нас нет. Понимаете? Вот. Это, я же говорю, правительство хочет. Сюда цивилизация быстрее пришла, чем людям, понимаете, цивилизация. А у нас цивилизация давно есть, а условия для этой цивилизационной жизни отсутствуют. У нас люди давно уже присмирились с тем, что бараки, даже туалеты на улице, в таких бараках живут, извините, двумя-тремя высшим образованием люди, врачи, педагоги, полицейские. Здесь нет. Здесь тот же самый уборщик отеля. Вот дед, что он этот дом построил, что ли? Он туда вложил, что ли? Нет. У него просто там хижина была. Снесли, короче. Ему четыре квартиры дали. Из четырех квартир он одну продал, хорошую машину купил сыну. А остальные три квартиры, одна дочка, одна сына, одна себе. Где вы такое видели? Где вы такое видели? Чтобы у нас... Это коммунизм был. Государство сделает все для своих людей. Сделало все. Вот это годы были вообще золотые годы. За место хижины, извините. Самое главное, квартиры полностью под ключ. Там унитаз, унитаз, все есть. Плод до кухонного гарнитура. Где вы такое видели? Это чудо было. Я на все это смотрел. Я говорю, чудо это. Как же так? Нашим людям так. Вот стоит какая-то хижина, избушка. Снесли бы там бабу с деткой. Деду с бабкой, короче, дали бы хорошую одну квартиру. Ихним детям вторую, третью. Для того, чтобы они продали, обогатились. Такое вы можете себе представить? Нет. А здесь было. А здесь и сейчас есть. И здесь в Анкаре тоже очень много таких. Вот стоят дома. Оказывается, раньше эти люди вообще там хижинки жили. А сейчас 4, 5, 6 квартир имеют. Потому что снесли это и построили дом. И выдали 5, 6 квартир. В одном живут, 5, 6 квартир сдают в аренду. И живут пропеваючи. И живут пропеваючи. Тем более сейчас с нынешними ценами. Вот представьте себе, да? 5 квартир сдавай. Вот 5 тебе квартир дали. Вот. Извините меня. Это немало. 75 тысяч имеешь в месяц. Вот здесь я очень много таких видел. В Анкаре. А там, в Анталии, я вот сосед, Крымская Татарь, у них тоже, ну, 200 лет назад они переехали. 4 квартиры у него было. Он все время хвалился, ходил, что у него общая площадь, жилплощадь, которую ему дали. 450 квадратов. Три он сдавал, в одном они жили. Три он сдавал, огромные квартиры там. И все, и машина у него, и все. И нигде не работал. Нигде не работал. Хорошая машина. Лежит, кайфует, короче говоря. Так что, здесь для людей делали все. Но сейчас вот такой вот обстановка, это из-за бизнесменов. Тупых вот таких, да, вот, которые упертых. Цены увеличили. Вы пишите, почему вот баранина, говядина, мясо дорогое. Налоги. Налоги большие. И раз в год Курбан-Байрам миллионы крупнорогатого и мелкорогатого скота жертвуются. Миллионы. Пять миллионов, по-моему, мелкорогатого, три миллиона крупнорогатого. Представляете, восемь миллионов каждый год. Не жилей, не молодняк, не маточек, вот этот, который рожает. Всех под нож. Экспортируют с других стран. Импортируют, то есть. Вот я видел, кораблями везут сюда. Бычков, быков кораблями везут с африканских стран. Мясо здесь, поэтому, хотя здесь мясо, я же говорю, вы правильно написали, мясо здесь вкусное, хорошее мясо, чистое, но дорогое, очень дорогое. Альтернатива курица, ну, курица тоже сейчас же стала дорогой. Рыба. И еще, смотря в каком городе живешь. Конечно, в курортных городах все дорого. Здесь, в Улус пойду, я за 200 лир куплю мясо, найду, за 200, за 220. О. Такое же мясо в курортных городах 600-650 стоит. Вот и все. И рыбу тоже я здесь куплю, например, за 100 лир. Тот же самый, форель вот этот. Та же самая рыба в курортных городах 400-450. У меня вот друзья пишут. Вы, говорит, где покупаете, показываете. И у нас, говорит, это 400-450. А потому что не курортный город. Не курортный, столица. Хоть и обычно у нас в столицах наоборот шикарно жить. Например, Москва, да, например. Или Астана, кто живет, да, центр. У нас столица считается как бы столицей вот большими такими. А здесь наоборот. Здесь наоборот. Вот. Вот такие дела. Всем доброе утро, ребята. Хорошего настроения. Пока.